Молдова должна принять срочные меры для борьбы с коррупцией и отмыванием денег. Это требование Евросоюза. Если оно не будет выполнено, страна может потерять безвизовый режим с ЕС. Об этом говорится в отчете по механизму отмены визового режима с Европейским Союзом. Документ опубликовала Еврокомиссия. Страны, которые хотят сохранить безвизовый режим с ЕС, должны лучше бороться с коррупцией, организованной преступностью и нелегальной миграцией, заявил Еврокомиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулус. А Молдову и Украину Еврокомиссия просят принять срочные меры для борьбы с коррупцией. Кроме того, Молдова оказалась единственной страной, которую просят срочно решить проблему отмывания денег. Необязательность виз для наших восточноевропейских и балканских партнеров – это большое достижение обеих сторон, но это и обязательство, добавил Аврамопулус. Отмечается, что в основном Молдова, Албания, Босния, Грузия, Македония, Черногория, Сербия и Украина условия без виза выполняют, но нужны большие усилия по некоторым направлениям. Еврокомиссия представила Молдове свои рекомендации, в том числе по усилению пограничного контроля, приведению налоговых законов в соответствии со стандартами ЕС, борьбе с коррупцией на высшем уровне. МИД Молдовы принял к сведению оценку и рекомендации Европейской комиссии, которые отразили также ряд и положительных изменений. Кроме того, уточняется, что Еврокомиссия не намерена начинать процесс по отмене безвизового режима ни для одной из стран, но предлагает рекомендации общего характера. Директор программы Ассоциации «Промолекс» Павел Постика рассказал о подготовке мониторинга для парламентских выборов, которые состоятся 24 февраля 2019 года. Отмечается, что Ассоциация готовит наблюдателей для всех открытых избирательных участков. Павел Постика отметил, что «Промолекс» назначит наблюдателей на долгосрочный срок для каждого избирательного пункта в стране. Также будут определены наблюдатели избирательных пунктов за пределами Молдовы и на территории Приднестровья. Мы будем назначать наблюдателей на всех участках, открытых на территории Республики Молдова. За границу мы постараемся направить наблюдателей примерно на 50 избирательных участков. В то же время мы будем считаться со статистикой последних выборов, чтобы определить, на каких участках отмечается больше избирателей. Приблизительно 19 наблюдателей будут уделять особое внимание разрешению избирательных споров, в том числе путем непосредственного присутствия на судебных слушаниях. Наблюдатели и юристы будут назначены для каждого суда, для апелляционной палаты и для высшей судебной палаты. По словам Павла Постика, в день выборов, скорее всего, будут организованы три пресс-брифинга для того, чтобы отсчитаться о ситуациях на избирательных участках. На следующий день правильность подсчетов голосов проверят наблюдатели. Каждый гражданин может сообщить о каких-либо нарушениях на сайте monitor.md, прикрепив фотографии или видеоматериалы как доказательство. Достоверность любой информации будут проверять специалисты. Председатель партии Шор осудил провокации сторонников ПДС и ППДП, которые произошли 19 декабря в селе Радуая Санжирейского района. Напомним, что когда в населенный пункт приехал рождественский караван к автобусам, подошли несколько агрессивно настроенных людей, которые пытались помешать проведению праздника в селе. Хуже всего, что все происходило в присутствии детей, особо подчеркнул Илон Шор. Все мы в детстве помним сказки, читали, советские сказки, читали. И мне очень хорошо вспоминается история, когда в каждой доброй сказке была Баба Ига. Вот и у нас есть наша Баба Майя. У нас 10 автобусов, которые разъезжают по стране, заезжают в разные населенные пункты. В одном из населенных пунктов, даже уже, по-моему, в нескольких, произошел акт вандализма. То есть некие притчники нашей Бабы Майи подошли на праздник, устроили провокации, зашли в автобус, начали делать, разбрасывать, начали раскачивать автобус, начали что-то разбрасывать, что-то рассказывать, какой-то бред творить, просто портить детям праздник. За все происходящее Илон Шор возложил ответственность на лидера ППДП Майю Санду. Как отметил председатель партии Шор, самое страшное, что провокации взрослые устроили при детях, что недопустимо. И кто эти люди? Эти люди последовательные, опричники Майи Санду. Они пытаются устроить из этого просто дикий политический цирк. Илон Шор отметил, что партия, которую он возглавляет, осуждает подобные провокации. И несмотря на них, проект «Рождественский караван» продолжит свою миссию. Напомним, что по планам организаторов, караван должен посетить более 900 населенных пунктов Республики Молдова. Всего три года понадобится партии Шор в случае прихода к власти, чтобы снять Молдову с иглы внешнего кредитования и превратить ее в процветающее государство. Об этом рассказал примар муниципия Аргеев Илон Шор во время пресс-конференции по финансово-бюджетной ситуации одного из самых развитых муниципиев Республики. На пресс-конференции Илон Шор рассказал, что в 2015 году, до того, как он возглавил муниципи Аргеев, в его бюджете было примерно 15,5 миллионов леев. При этом прежние власти успели также набрать кредитов на сумму 9,5 миллионов леев, с которыми пришлось рассчитываться уже нынешней администрации. При этом на данный момент эта задолженность закрыта примерно на 90%, подчеркнул примар муниципия Аргеев. Я получил бюджетную инфраструктуру 1,3 миллиона леев. В среду прошлой недели был принят новый бюджет на 2019 год, который составляет 44,5 миллиона леев. То есть нам удалось за три года в три раза увеличить бюджет нашего муниципия. Конечно, в первую очередь эти показатели мы сумели достичь за счет создания новых рабочих мест и увеличения подоходного налога. В Аргееве сейчас практически нет безработицы. Более того, запущена программа возвращения на родину земляков, уехавших на заработки. Бюджетная инфраструктура вырос с 1,3 миллиона леев до 19 миллионов леев. Это более чем в 10 раз. По словам Илана Шора, таких результатов нельзя было бы достичь, если бы не был наведен порядок в первую очередь в области уплаты налогов бизнесменами. На конкретных примерах примар муниципия рассказал о том, как было и что стало. Помните историю с карьерами? Все помнят скандал, когда мы активно взяли за них и когда мы пошли в суды судиться. Многие критиковали нас за это. Так вот скажу результат. В конце концов было подписано соглашение, в рамках которого три карьера сегодня уплачивают 4,2 миллиона в бюджет нашего муниципия. То есть фактически они не платили ничего 20 с лишним лет нашей независимости. Тем самым наносили ущерб ежегодный за все время более 100 миллионов лет. Сегодня мы получаем дополнительные 4,2 от жестких мер, которые я предпринял. Те политики, которые заявляют, что наша страна сегодня не сможет выжить без иностранных кредитов и грантов, попросту не заинтересованы или не хотят, чтобы Молдова развивалась, отметил Илон Шор. Он также рассказал о конкретных мерах, при помощи которых можно вывести страну из кризиса. Три года нужно ровно столько же, может и быстрее, сколько нам понадобилось это в Аргееве. В первую очередь это все те меры, которые мы применили в Аргееве. Во-первых, жесткая экономическая политика государственная. Такие меры, как государственная монополия на импорт и продажу сигарет, на импорт и продажу алкоголя, на импорт и продажу нефтепродуктов. Это очень важные меры, которые за считанные месяцы возрастет бюджет в разы. Просто в разы хочу повториться. Во-вторых, мы выступаем за то, что я, к сожалению, не сумел взять в Аргееве по причине отсутствия полномочий. Это строительство государственных фабрик, заводов и предприятий. Примар муниципия Аргеев добавил, что в случае прихода к власти политической партии Шор, сельскому хозяйству и, в частности, созданию колхозов будет уделяться приоритетное внимание. Илон Шор отметил, что на базе восстановленного колхоза в Жоре-де-Мижлак уже в следующем году можно будет на практике доказать эффективность этого способа ведения сельского хозяйства. В 2018 году экспорт продукции сельского хозяйства возрос, вырос и объем производства. Реализовано много проектов регионального развития. Об этом заявил министр сельского хозяйства Николай Чубук на пресс-конференции, представляя отчет о деятельности министерства. Николай Чубук заявил, что год был достаточно сложным для министерства. Создана новая структура Минсельхоза. В его ведение вошли три важных направления. Но реализация проектов экономического развития осталась на высоком уровне. Основные инвестиции сделаны именно в аграрный сектор. Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельских районов – это самый последовательный и крупнейший фонд поддержки в национальной экономике. В этом году размер этого фонда составил 900 миллионов леев. Чубук отметил, что в этом году Молдова также получила значительное финансирование от Евросоюза. Среди наиболее значимых проектов – программа «Импарт Молдова» для развития сел республики. Это 64 миллиона евро. Кроме того, впервые реализованы государственные проекты, в том числе по поддержке женщин и молодежи в сельском хозяйстве. На нее из бюджета выделено 45 миллионов леев. Подано 66 проектов на общую сумму 34 миллиона леев. Эти проекты предполагают создание более 130 рабочих мест. Сегодня могу сообщить, что мы уже рассмотрели проекты на 13 миллионов и готовы выделить деньги фермерам. Несмотря на капризы погоды, фермеры смогли получить урожай, который довольно богат, во всех областях. И производство зерновых было довольно высоким. Собрано более миллиона тонн пшеницы с 30 тысяч гектаров. Урожай на 10% больше, чем в 2017 году. Подсолнечника собрано на 7% больше – 770 тысяч тонн. Кукурузы – 1 миллион 300 тысяч тонн. Производство овощей в этом году также выросло примерно на 7%, до 650 тысяч тонн. Рекордные показатели также у производителей фруктов. Из общего количества – 750 тысяч тонн. Наибольшая доля яблок – 525 тысяч тонн. Сливы – 130 тысяч тонн. Основными задачами Минсельхоз на следующий год считает реализацию соглашения об ассоциации с ЕС. Облегчение доступа к новым рынкам сбыта. Повышение конкурентной способности агропромышленного сектора за счет инвестиций в послеуборочную инфраструктуру. 28 молдавских фермеров получат более 7 миллионов долларов в виде грантов по программе «Устойчивое управление земельными ресурсами». Деньги выделяют иностранные фонды, аграриям которой применяют технологию минимальной обработки почвы «Ноутил». Часть средств на покупку сиялок, разбрызгивателей, комбайнов, измельчителей и другого оборудования распределили в Минсельхозе. Сергей Гончар в прошлом году купил сиялку, работающую по технологии «Ноутил». Для полного цикла ему был нужен еще и самоходный опрыскиватель. На него получена максимальная сумма гранта – 20 тысяч долларов. Она не покрывает стоимость, потому что стоимость этого опрыскивателя порядка 180 тысяч евро. Но 20 тысяч долларов – это тоже довольно-таки неплохое подспорье для решения наших задач. Всего по программе за четыре года выделены деньги на закупку 234 единиц техники. Больше половины машин будут работать на севере Молдовы. Оттуда поступила основная часть заявок. Впервые за 25 лет в Республике Молдова восстановлено коллективное хозяйство, получившее название «Кому на мечты». Его открытие состоялось 19 декабря в коммуне Жороди Межлук Аргеевского района. Инициатором проекта выступила политическая партия «Шор». Его цель – восстановить молдавские деревни и дать импульс развитию сельского хозяйства. В рамках этого проекта Илон Шор предполагает возвращение людей на родину, формирование новых рабочих мест и дополнительные доходы в местный бюджет. Примар Жора Демижлук Марина Таубер вместе с президентом партии «Шор» Илоном Шором торжественно открыли новый колхоз. Во время мероприятия Илон Шор отметил, что этот первый колхоз не случайно открывается именно в Жороде Межлук, и он призван стать примером для всех. Колхоз в коммуне Жороде Межлук называется символически коммуна-девиз, потому что именно в коммуну-девиз я планирую превратить коммуну Жороде Межлук в ближайший год, максимум два. Моя главная задача, чтобы после реализации этого проекта в домах нашей любимой коммуны появился свет, чтобы люди вернулись, чтобы люди не уезжали, чтобы была работа здесь на месте, чтобы люди зарабатывали деньги и экономически были самодостаточны. И сегодня я вам с полной ответственностью заявляю, что согласно нашим экономическим расчетам, которые представит чуть позже руководитель колхоза, в первый год мы планируем минимальную прибыль для коллективного хозяйства миллион лей, но в ближайшие несколько лет планируем довести ее до 10 миллионов лей. Примар Марина Таубер отметила, что гордится тем, что первый колхоз был открыт именно в коммуне Жороде Межлук. Для нас важно, чтобы наша община стала экономически независимой. По этой причине мы создаем заново современное коллективное хозяйство, которое мы сегодня открываем вместе с вами. Мы также откроем предприятие по обработке продукции. Мы надеемся, что с сегодняшнего дня мы начнем возрождать сельское хозяйство в наших деревнях и совместно сможем превратить нашу коммуну в сообщество мечты. Руководитель коллективного хозяйства Денис Цепардей сообщил, что работа уже начата и в ближайшее время ожидается открытие линии по производству консервированной продукции, собственного производства и винного завода. Сельскохозяйственный кооператив уже начал свою деятельность. У нас будут первые результаты в конце этого месяца. Плюс у нас собрано более 100 гектаров. Мы можем с уверенностью сказать, что в следующем году у нас будут площади, на которых мы будем выращивать свою продукцию. На данный момент в колхозе коммуна мечты насчитывается более 100 гектаров земли, которые были объединены на добровольной основе. У колхоза есть 10 единиц сельскохозтехники, собственный семенной фонд, запас топлива, специалисты в области сельского хозяйства. Жители села рады, что в их местности появился первый колхоз. Люди говорят, это реальный шанс полноценно обрабатывать землю и получать хороший урожай. Мы очень рады этой идее, потому что семейный бюджет начнет пополняться. Ведь сейчас у каждого нет техники. А если будут колхозы, будет и техника. И земля будет работать. И мы будем очень счастливы. У нас будут высокие доходы в домашних хозяйствах. Очень много земли не обработано. Многие люди даже не знают, где их земля. Кто-то умер, дети уехали за границу, и земля осталась бесхозной. Зарастает лесом. И со временем ее заберет лесное хозяйство и скажет, что это готовый лес. Если будут колхозы и рабочие станции, они будут работать. Если они дадут технику, нам не придется искать частников. Мы думаем, что очень хорошая идея. И она обязательно дойдет и в другие места, как здесь. Есть люди, которые действительно имеют землю и отдают ее в колхоз. Возможно, этот колхоз даст нам больше, принесет что-то лучшее. Каждый человек доволен тем, что у него есть земля. Но это осенью, когда он собирает урожай. А весной, когда приходит время сеять, нужен тот же трактор, то же топливо, дизель. По словам Илона Шора, в ближайшем будущем, после выборов, партия сделает из этого начинания национальную программу. Государство будет финансировать создание коллективных хозяйств по всей республике. Кроме того, планируется создание единого национального агентства по закупке продукции, который обеспечит всех сельхозпроизводителей рынком сбыта. Более 50 работающих мигрантов или их близкие родственники получат гранты на открытие или развитие бизнеса в рамках программы привлечения денежных переводов в экономику в паре 1 плюс 1. Контракты с ними были подписаны сегодня. Получителям грантов будет предоставлено безвозвратное финансирование на сумму до 250 тысяч леев. Принцип 1 плюс 1 означает, что каждому лею, вложенному благодаря денежным переводам, будет добавлен лей из гранта. Правительство решило продлить программу еще на три года. Ежегодно на программу будет выделяться 40 миллионов леев, что позволит профинансировать около 480 бизнес-проектов. О работе Министерства здравоохранения труда и социальной защиты в 2018 году на итоговой пресс-конференции отчиталась Сильвия Раду. Также руководитель ведомства рассказала о приоритетах учреждения в следующем году. Создание Национального агентства общественного здоровья, реформирование Центра медицинской помощи на догоспитальном этапе и модернизация подразделений экстренной медпомощи, составляющие реформы системы здравоохранения, наряду с этим и запуск компании «Доктор для тебя» и увеличение объема финансирования. Все это главные достижения 2018 года. При этом отчет о всей деятельности учреждения – это всего лишь 20% от того, что сделано Министерством здравоохранения за это время. «Был увеличен объем финансирования для компенсации затрат на медикаменты на сумму 595 млн флеев, что позволило расширить список этих медикаментов. Зарплаты врачей увеличились на 20%, медперсонала – на 10%, начиная с 10 декабря 2018 года». Говоря о планах на 2019-й, Сильвия Раду отметила, в следующем году продолжится реформа Национального агентства занятости населения, Национального центра медицинской помощи на догоспитальном этапе и Первичной медицинской помощи. Начнется процесс оцифровки медицинской системы путем создания информационного центра цифровое здоровье и разработки концепции реформирования стационарной медицинской помощи. Вместе с этим глава ведомства признает, что в работе есть аспекты, над которыми еще надо работать, привлекая специалистов из-за рубежа. «Реформа необходима, так как накопилось слишком много вопросов. Наши больницы на 80% не укомплектованы врачами и медперсоналом. Есть и врачи, которые не выполняют свою работу так, как должны». В течение 2018 года много работали и над законодательной базой. Принято около 30 законов и 100 нормативных актов. Также было подписано 8 международных многосторонних договоров. Страховой полис можно будет оплатить онлайн, через посттерминал или в почтовых отделениях. Об этих изменениях говорится в новом положении, утвержденном правительством. Согласно документу, при неуплате взносов предусмотрены санкции, вплоть до лишения статуса застрахованного лица. Вместе с тем упрощается процедура отчетности для предприятий, которые ведут учет застрахованных. Эти данные передаются в национальную компанию. Так будут выявлены все незастрахованные, которые обязаны приобрести полис в индивидуальном порядке. Напомним, по последним законодательным поправкам, застрахованные люди не обязаны представлять бумажный полис при получении медицинских услуг. Пациенты с аневризмой и пороками развития головного мозга в Институте неврологии и нейрохирургии теперь будут получать лечение и медицинскую помощь с использованием передовых технологий. В связи с этим в Институте был открыт новый отдел нейрорадиологии. В этом отделе будет работать кабинет гибридной хирургии, где будут проводить сложнейшие микро-нейрохирургические операции. Чтобы получить возможность работать на новом оборудовании, специалисты Института прошли обучение и стажировку в клиниках Франции, Японии, Украины и России. Около 2,5 тысяч пациентов, перенесших инсульт, ежегодно проходят лечение в Институте неврологии и нейрохирургии. Бывший президент США Барак Обама надел костюм Санта-Клауса, чтобы порадовать больных детишек в одной из больниц Вашингтона. Политик пришел в лечебное учреждение неожиданно, без предупреждения, вызвав тем самым в клинике небывалый ажиотаж. В шапке Санта-Клауса и с мешком подарков экс-президент доставил огромную радость маленьким пациентам больницы и медперсоналу. Стоит отметить, что 44-й президент США и его жена Мишель активно занимаются благотворительностью и часто занимаются участием в различных акциях, призванных дарить любовь, тепло и финансовую помощь тем, кто в этом особенно нуждается. Это были все новости на сегодня. Далее не пропустите прогноз погоды на завтра. В студии была Анна Симакони. Всего хорошего и до свидания. В Кишиневе синоптики обещают нулевую температуру и малооблачную погоду. Субтитры создавал DimaTorzok